Давно пытался понять, какое впечатление вы производите. Недавно пришла на ум аналогия с Глебом Жегловым – из места встречи изменить нельзя. В связи с этим хотелось бы узнать вопрос. А если бы вам предложили сняться в аналоге подобного фильма в современных реалиях – не будем обсуждать финансовую составляющую, предположим, все в порядке, интересует идеологическое влияние – с возможностью вносить некие правки относительно методологии и работы органов в качестве консультанта, чтобы в этом смысле все выглядело не сказочно. Согласились бы? Камрад, зачем оно мне? Я, честно, не понимаю. Я занимаюсь совсем другим. Ты хочешь, чтобы кино про милицию, полицию выглядело как документальный фильм? Для этого надо снимать документальное кино. Посмотри какие-нибудь, я не знаю, там улицы разбитых фонарей, которые написаны, талант сценарий, там сочинены книги, написаны сценарий талантливым человеком, который глубоко в теме, аж целым начальником убойного отдела был, что должность весьма и весьма неординарная, и люди там тоже весьма и весьма неординарные. Вот смотри, которые первые еще до того, как эти убойная сила и прочее, а именно улицы разбитых фонарей. Там все так, как на самом деле. Или что ты там хочешь увидеть? То есть, вся, так сказать, деятельность органов внутренних дел, это копание, утрирую и очень загрубляю, это копание в чужом дерьме. Разборки со всякими негодяями, дегенератами и прочее. Ну и что? Какое идеологическое влияние? Аналогия с Глебом Жегловым? Ну, я тебе тайну открою, что Глеб Жеглов – это маленький товарищ Сталин у себя на работе. Тогда в родной стране все было так. Кругом наверху был один большой товарищ Сталин, а во всех остальных местах нужны были маленькие товарищи Сталины, который не будет жалеть ни себя, ни товарищей, ни врагов. И только так наша страна добилась таких успехов. Буду.